Как бы ей всю правду сказать, а? А чего нет такой буквы в алфавит? После того, что произошло, я исключил эту букву из алфавита. Как ты сам считаешь, это нормально такое говорить слух? Я же не хотел садиться в жюри. Но проект действительно поощрял ваш конфликт. Кто правило изменил? Егор Дружинин. Тебе этим летом исполнилось 40 лет. Наверняка ты подводил итог. О, что я сейчас по больному ударила сейчас? Чуть-чуть, да. Не то она говорит, все. В 2014 году ты вернулся в Россию, потому что ты говорила на русском языке. И потому что я черный. Поскольку ты дружил с Володей Зеленским, это тот же человек, которого ты знал? Да, он в ловушке. Простите, пожалуйста, сейчас не могу говорить, ладно? Извините, пожалуйста. Здрасте, рады. Нала ждала, и вот как. Мне бы звонок раздался насчет машины, которую я тут разбила. Насчет? Да, называется. Мы сегодня долго думали, какого роста, представляете? Какого? Я думала, что меньше ростом. Да? Да. И главное, что со мной происходит та же самая история. Все, кто со мной встречается, говорят, так высокая оказывается. Да? Ну, может, вы знали. А я, ну, телек, короче, что-то делает с людьми, именно телек, он делает всех шире и меньше ростом. И я говорю, ну, Мигель, наверное, может, он меня чуть-чуть поменьше. А мне говорят, да нет, он прям высокий человек. Я говорю, да? А что ж такое творит телек? И про меня так все время говорят, что я маленькая. Они тебе говорят, что я очень худой из телек. И вот, и это тоже говорят. Да, сюда, вот, в уголочек, как поближе. Я всегда волнуюсь, когда не знаю, о чем будем говорить. Когда не знаю, о чем будем говорить? А что там говорить-то? Можно на «ты»? Можно на «ты». Пожалуйста, мне сразу настоять легче нам. Да, это на «ты». Ну, что, парни, все? Все у вас хорошо, парни? Да, немножко запахнули. Ну, все. Поехали? Поехали. Ну, слава богу. Во-первых, рад приветствовать. Я тоже очень рад видеть. Я вообще большая фанатка проекта «Танцы». А, я ваш большой фанат, на самом деле, вашего папа. Серьезно? Да. Тихо. Так. Тогда все, разговор сложился. А я посмотрела все сезоны, потому что моя дочь меня подсадила на этот проект. И я просто, как больная, следила за вами, за всеми, голосовала. И это, в общем, был целый челлендж. Голосовали? Да. О, мой. Думайте, когда есть ребенок, там, скольки, скольки мы начали это смотреть? Там, 10, 11, 12. Конечно, голосовали. Все на полном серьезе было. На самом деле. Да, реально круто. Да. Хотела спросить. Мне кажется, что ты сентиментальный человек. Ну, да. Почему это плохо? Иногда не можешь просто сдержать своих эмоций. И вот это мешает. А в чем это может мешать? В работе? В работе очень сильно мешает. В личной жизни очень сильно мешает. В отношениях с друзьями очень сильно мешает. Поэтому вот моя сентиментальность, она как-то... А что? Ну, например, значит, ты можешь заплакать. Мы это видели много раз в проекте танца. Не всегда. Просто иногда она переходит в агрессию, это ощущение. То есть я понимаю, что вот именно моя сентиментальность, я становлюсь слабым в этот момент, я себя ощущаю слабым и начинаю агрессировать. Потому что сам стесняюсь этого состояния. Понимаю, что типа меня как-то в детстве мне сказали, что не по-мужски плакать, не по-мужски то, не по-мужски это. Все пытаются это скрыть, я начинаю закрываться, щит какой-то, и обычно этот щит выходит из агрессии. Ну, не знаю, на проекте этого не было видно. Была видна только очаровательная сторона этой. И было очень много, кстати, говорят. Ну, как бы в тот момент, когда меня обижали на проекте, я действительно так себя вел. Обижали меня очень много раз там. Те наши терки с Егором Дружининым были как раз... Обязательно, никуда не денемся. Мы как раз были на тему того, что мне очень было иногда слышать обидно те вещи, которые он говорил. Тем более это были вещи, сказанные человеком, с которым я знаком очень давно. То есть я его знаю с 16 своих лет. Ну вот, и поэтому все это превращалось в агрессию, которая его задевала точно так же. И вот, получается, отличная серия танцев на ДМТ. Несколько сезонов. Но тем не менее, хочу отметить, что ты дважды был на ЧБД. А это вообще испытание не из легких. Стоп, нет. Я первый раз, когда туда пришел, я вообще даже не знал, куда меня притащили. Так. Мне Слава просто позвонил, сказал, типа, приходи. С Мухаммедом. Да, до Сумхаммедов. Приходи, будет весело. Я говорю, ну окей, очередной проект комедии, там что, медиум колить, будет весело, приду. Пришел. Я сидел, я просто даже не понимал, куда можно слово вставить здесь. Но потом на середине мне стало плохо, потом мне стало непонятно вообще, что я здесь делаю. Я хочу сказать, ты держал удар. Невероятно как раз. Меня вот это потрясло. Вам кажется так? Во-первых, я привык к этим шуткам. Они меня преследуют с самого моего рождения. Поэтому то, что ребята делают... Но никогда же это наверняка не было публичным. В общем, поскольку мы не сможем показать ничего, поскольку это крайне все... Если этот материал крайне оберегается, мы не можем вставить ни секунды, никуда. Поэтому мне придется пересказать, что ребята с самого начала пошли за ходу того, что как бы негр, смотри, негр, как бы стали говорить. И до конца, до самого пошли... Они эту шуточку не отпускали. Негр, негр. Есть очень много разных тем, на которые можно пошутить над Мигелем. Они взяли одну, она мне привычная. Абсолютно по поводу публичности. Ну, тут у меня-то вообще, в принципе, грани какой-то нет. Короче, казалось, что ты не обижаешься, что ты ведешь себя как-то... Ты реально смеялся. То есть в этом не было никакой, типа, закрытости как раз. Вот что меня потрясло. Ну, типа... Я обалдел. Я обалдел от того, что люди, в принципе, могут себя так вести. А второй раз зачем пошел? У меня были свои коварные планы. Свои коварные планы? Да. Понятно. А последнее, чего я хочу сказать про ЧБД, и что мне интересно. Там был момент, который я недопоняла. Там сидел комик, прекрасно, он мне дико нравится, Сережу, у которого нет руки, как его фамилия, я не помню. Я не помню тоже. Да. Но он офигенный парень совершенно. Он потрясающе, роскошно всегда сам себя троллит на эту тему, и, собственно говоря, и ребята тоже это делают. Но я не поняла, у тебя была готова какая-то шутка в его адрес? Выглядело так, что ты дико испугался, что ты сделал человеку больно. Да. Хотя он был готов, на самом деле, он тебя троллил, потому что он готов к более жестоким шуткам над собой. Нет. Вот это единственная причина, потому что мне даже Слава говорит, почему ты не отвечаешь? Я говорю, я не могу обидеть людей. Ну, на какую тему я сейчас начну с ребятами говорить? Ну, как бы как. Нет. Ну, а вот тут так случайно вышло, сентиментально, не можешь обидеть. Мне так трудно о себе говорить в данном случае. Вот, типа, какой я. Ну, тебе этим летом исполнилось 40 лет. Наверняка, ты подводил и то, что я сейчас по больному ударила сейчас. Чуть-чуть, да. Ёлы-палы. У меня должен быть этот период переходный. Что 40 лет, это реально... Ну, ты... Я недавно шел, гулял просто с собаками и понимал, и думал, почему вот этот вот есть кризис среднего возраста и все остальное. И я для себя лично понял и вычел то, что, ну, наступает то время, когда ты понимаешь, что всему приходит конец просто, и все. Ну, может, когда-то что-то закончится. Все закончится. И мне стало невероятно грустно на эту тему, и поэтому я сейчас в таком странном состоянии плаваю по своей жизни, потому что я пытаюсь, с одной стороны, и ухватить какие-то вещи побыстрее, и с другой стороны, попытаться жить точно так же, как я жил до этого, и у меня это не получается. Я понимаю, что мое поведение изменилось, я не могу точно так же кричать, орать, веселиться на тусовках. То есть все как-то поменялось. Не можешь или не хочешь? Не хочу. А, вот что поменялось. Не хочу. Подводя итог семи сезонов танцев на ТНТ, ты сказал, что мы научились страну как-то иначе относиться к танцам. А в чем главное изменение? В том, что, наверное, люди в этом увидели по-настоящему профессию, и поэтому сейчас, судя по тому настроению, которое присутствует в родителях, которые отдают детей также в про танцы в школу и в другие школы, судя по тому, как развивается, в принципе, направление танцев, я понимаю, что проект танца сделал очень-очень большой вклад для того, чтобы просто людям открыть глаза на какие-то другие вещи, которые могут происходить. Потому что публично до этого не было ни одного, мне кажется, такого проекта, который бы затрагивал столько много стилей, я имею в виду. Ну да. Я не знаю, что сейчас будет с этим происходить и как, потому что настолько быстро сменяется вот это вот течение, то, что модно, что не модно, что прикольно, что люди танцуют. Вот я не успеваю уже следить за этим, и поэтому я сейчас вот в плане хореографии я оставился где-то в прошлом. Если мне хочется вдохновиться, то я там залезаю на аккаунты своих старых друзей, там, нью-йоркских, и смотрю старые записи и понимаю, что вот это есть то качество, которое меня вдохновляет и популярно в данном случае. Ты понимаешь, что ты звучишь немножко уже как взрослое поколение, да? Спасибо. Нет, но наверняка же ты слышал такое в отношении вас, когда говорил кто-нибудь, Я по поводу Егора Дружинина в данном случае. Да нет, я, кстати, не про Егора. Очень много думаю, потому что иногда я даже начинаю говорить как он, я понимаю то, что у нас реально разница 10 лет. Так, это как разрыв поколения. И в тот момент, да, когда мы пришли в танцы, им вот был, как мне сейчас, а я вот был малышом. Да. И я вот этот революционер поднял флаг, метаем весь джаз. А теперь, ну, я есть джаз. Да, понимаю. Слушай, в одном из интервью ты сказала, что мама твоя когда-то тоже увлекалась кореографией. Она сейчас увлекается. И потом снова, вот сейчас, стала увлекаться. Она в 70 лет начала танцевать. Это потрясающе. Сколько маме сейчас лет? Маме 79, сейчас будет феврале. 79 лет. Фантастика. Ты танцевал с ней? Нет. Почему так страшно? Я им очень сильно жалею. И не страшно. Я перед этим чувствую какую-то ответственность. И вот опять же, моя сентиментальность в этот момент меня убьет. Ты будешь танцевать и рыдать? Рыдать просто. А мама будет говорить, соберись, Сережа. Сережа, собери. Нет, а она тоже будет рыдать? От нее все пошло. Вся моя сентиментальность, она от матери. С папой ты увиделся, когда тебе было 33. Да. И с тех пор больше не виделся ни разу. Один раз мы приехали на Кубу к нему и все, после этого нет. Ну вот в 33, когда ты приехал? В 33 он приехал сюда. Он приехал сюда? После этого он здесь пожил месяц и потом уехал. И где-то через год, через полтора мы приехали на Кубу. Близких отношений сложиться не может, да, когда... Он для меня родной человек, но я не чувствую того, наверное, что должен чувствовать сын к отцу. У меня просто отсутствовало. Вот ты сейчас замечательно сказал про маму, что вся сентиментальность и эту, мол, вот будьте любезны, это от мамы. А что от папы? Не знаю. Вот это, наверное, самая проблема. Я вообще не знаю, что у меня от папы. Но давай проговорим еще вот какую вещь. Мама родила тебя достаточно поздно, и ты где-то сказал, что мама основно хотела черного ребенка. С самого момента того, как она захотела детей, она захотела черного ребенка. Что это? Заблажь, что это такое? Я не знаю, что не случилось в этот момент, но я понимаю, что я просто олицетворение маминой мечты. И еще то, что как она, типа, ну, отношения ее с папой, то, как они начинались, я понимаю, как это было и что она в этот момент делала. И она прям взяла так быка за рога и сделала свою мечту. Обалдеть. Да. То есть ты в полной мере ребенок любил. Она в детстве хотела стащить цыганенка из повозки, сказала, что по-любому черный ребенок у нее будет. Может быть, это фильм «Цирк» на нее так повлил, я не знаю. В нашей стране любят всех ребяти. Рожайтесь себе на здоровье сколько хотите. А Куба тебе понравилась? Да, но я не ощущаю себя там дома. Нет, не могу сказать, что я... То есть это разговор про зов крови, это все ерунда. Вот зов крови у меня произошел первый раз, когда я приехал в Египет. Обалдеете. Вот там, я помню, как открыл дверь самолета, я только вступил на трап и понял, что опа, а по-моему, я дома. С ума сойти. Но Куба абсолютно не произвела. Ну, нет. Нет. Я почему-то... Мне сложно было общаться с людьми. Я не всегда принимал то, что люди говорят, вот смотри, как красиво. То есть я не понимал, как бы, Гавана... Что красивого? Красивая? Наверное, она была красивой. Склад жизни, уклад, то есть все то, от чего мы убегали, от чего мы уходили. Вот я прям приехал в Советский Союз. Про Советский Союз, да? Да. Я понимаю, что... Нет, в детстве у меня было клево. А сейчас, когда я взрослый, когда я понимаю свои возможности... И вернулся на машине времени немножечко в Советский Союз, вдруг сказал... Нет, не хочу. Нет, нет, вообще не понимаю. Что касается образования, не очень понимаю, во-первых, первая фаза, что в четыре года увидел Жизель и стал грезить о Большом театре. Правда? Нет. Не так? Четыре года увидел Жизель и стал грезить тем, что я хотел что-то поставить. Но при этом в школу, какую бы то ни было балет, ты попадаешь только в пятом классе. Почему так поздно? Не было возможности. В поселке Подресково с мамой, которая работает на трех работах, которую я не вижу. Я в детский сад ходил один с четырех лет. Господи. Я не мог себе позволить в принципе какие-то другие вещи. Да, вот с пятого класса. Верно ли, что потом и бросил? Бросил через три года. Я не мог. Академия не мое. Именно академические стили, танцы, не могу. Ну, для меня танец — это определенная свобода. Я сейчас завидую людям того, что они могут в России опознать те техники, которые по-другому воспитывают тело. Я не люблю боль. Именно поэтому бросил институт в тот момент, когда понял, что ничего нового я там взять не могу. Ну, то есть вот в этом смысле ты представитель другого поколения, то, которые будут говорить, зачем учиться? Нет, учиться надо. В зависимости, у кого учиться. И где учиться? И где учиться. Ну, если что-то не мое, то как бы сам дообразуется. Время — это самая большая моя ценность в данном случае. И как я могу его потратить на то, что я ничего не делаю. Когда я пришел в Институт культуры московский, я ничего не делал четыре месяца. И через четыре месяца я ушел оттуда и даже оставил документы там свои. У меня аттестан до сих пор лежит в Институте культуры, я не забирал его. И понимаю, что мне он... Ну, то есть высшего образования нет? Нет. А что пошел делать? Ставить. Пошел работать сразу же. Произошел мюзикл-метро. Да. Произошел кастинг. Да. А мюзикл-метро на тот момент это был, знаешь, такой клуб всего лучшего, что было в Москве в плане театра, шоу-бизнеса, кино. Да, первый синтетический такой продукт. Да. И там понеслось, поехало. Вот там была платформа для того, чтобы люди увидели, как я могу фантазировать. Там начались первые заказы, проекты по поводу хореографии. После этого появились проекты какие-то по поводу режиссуры. Потом начал сам Нордам-де-Пари, в которой я точно так же сам прошел. Там уже пошла техническая школа хореографическая именно. Почему? Потому что приехали французы и начали нас учить танцевать. По-другому воспроизводить движение. То есть вот так вот, вот так вот хватает за все. Я потихонечку начал сам делать. То есть ты в полной мере селф-мейд-мен. Абсолютно. Да, конечно. Конечно, только там. Но там были все. Ну как бы там был Филипп Киркоров, который играл в Фила, Серебряков, который играл тоже Макса, Певцов, который играл в Филе. Ну как бы там все было. То есть там состоялся глобальный круг знакомств, который дальше только помогал развиваться. Понес по жизни, да. То есть фактически для прекрасного педагога важно не только классно что-то делать, но и все время учиться. Практиковать важно. Важно, мне кажется. Практиковать и учиться. И учиться, конечно. Именно поэтому я боюсь преподавать. Я понимаю, что я никогда этого не смогу. Мне кажется, ты это как раз успешно делал на проекте. На каком? На танцах. Нет. Хотя все время ты от этого отбрекиваешься. Нет, нет, нет. На танцах я был хореографом, был наставником. В данном случае я был продюсером для ребят. Это другое. Это то, там, вот ты видишь человека, ты можешь сложить его образ, ты понимаешь, что ему пойдет. И вот в этом я могу как-то угадать и не проиграть. А в плане педагогики не. Сейчас начал чуть-чуть, но это касается даже не танца. Сейчас я пытаюсь преподавать актерские техники вообще. Тоже к этому подойдем. Почему? Вдруг ты решил преподавать актерские техники? Театр пришел в мою жизнь. Просто театр пришел в мою жизнь. Пришли люди новые в мою жизнь. И ты, насмотревшись, решил, что ты можешь. Я не насмотревшись, я начитавшись, насмотревшись и напробовавшись понял, что я хочу попробовать. Скажи, пожалуйста, вообще, почему мюзиклы кажется, не слишком прижились на нашей почве? Да это потому, что не наши. Ну, наших-то нету, а то, что привозят, оно совсем не наше. А почему наши не рождаются? А как мы можем зародить... Ну, компоненты же понятны. Компоненты понятны, но это не свойственный жанр, мне кажется, для нашей культуры. И все. То есть он никак не может... То есть есть определенные аудитории, которым действительно это зайдет и хорошо зайдет, но не так массово, как это, например, в Нью-Йорке творится. Вот и все. Тогда я спрошу про иммерсивный театр, которым вы решили заняться, потому что это тоже очень рискованно. Это потрясающе интересно. Я для тех, кто смотрит, объясню, что такое иммерсивный... Это же, может быть, не все знают, объясню, что это такое. Это история тоже такого нелинейного восприятия, ну, как сказать, события. Абсолютно нет. Да, потому что... Нет. Абсолютно нет. Нелинейного. Нелинейного. Линейного. Конечно. Самая линейная, которая может быть. Что? Не то она говорит, все. Что я читала, это было так. Надо посмотреть. В этой комнате можно сделать иммерсивный спектакль. Ну-ка. Достаточно только одной комнаты. Он уже сейчас происходит на самом деле. Вот прям сейчас? Да. Это тоже иммерсивный театр. Потому что вот здесь у нас длинный зал. Потому что у нас есть своя жизнь, а там есть своя жизнь. Вот когда происходит соединение двух этих миров, вот в этом есть самый иммерсив. Того, что вы, не мешая действию, попадаете в него, и вам не важно, с какого момента вы в него можете попасть. Это все равно, что вам дать маску-невидимку и запустить к соседям. Вот. То есть, потому что в обычном театре рулит сюжет. То есть, условно говоря, надо смотреть от начала и до конца. Здесь то же самое. Вы можете прийти к началу шоу. А можно и середине? А можно и прийти к середине. В зависимости от того, что вы от этого шоу хотите получить. Так. В данном случае мы в иммерсивном шоу не заставляем людей смотреть, как это происходит в классическом театре. Да. Потому что никуда и выйти из зала нельзя. Просто предлагаем. Хочешь, заходи. Хотите, заходите. Хочешь, смотри, сначала, хочешь, с середины. Да. Но ты составишь свою какую-то картину. Абсолютно точно. Но там сюжет, вот какой он есть, линейный. И что самое главное, на сцене же существует вот эта вот коробочка, где вот за кулиси, между сцене, оно не заполнено. А вот между сцене в иммерсиве заполнено все. Потому что если человеку надо пойти и принести чай с кухни, то он идет на кухню, заваривает чай и приносит его на сцену. И зритель может последовать за этим. Конечно. Посмотрите, как он заваривает с чаем. Интересно, потому что в этот момент заваривания чая могут открыться какие-то другие вещи в характере человека. То есть вы же наблюдаете за жизнью, вы за их каких-то других вещей. А если это детектив, то могут открыться какие-то даже и запросто тайны. Запросто. В момент, пока он чай заваривает. Для этого есть весь антураж вокруг вас. Для этого есть декорации. Мы же специально хотим это сделать максимально реалистично для того, чтобы вы могли порыться в грязном белье персонажей. Вот у вас есть какая возможность в данном случае. В замочную щелочку. А можно прямо вплотную к артисту. то есть не надо делать, не надо смотреть тебе, говорят, давай, открывай дверь, заходи и подглядывай. Заходи. И причем для артиста это, мне кажется, самый большой челлендж. Почему? Потому что надновременно в театре играет и кино, и театр. потому что у нас существуют крупные планы, потому что расстояние до зрителей никто не меряет в данном случае. И зрители могут делать все, что угодно. Окей. Как вам кажется, это русская история? Она, мне кажется, абсолютно интернациональная. Тут только от сюжета зависит. Ну, как бы... Но ты покупал эту историю, потому что... Покупал. Покупал? Права на эту историю? А как это было? Так, хорошо. Мы просто создали это здесь. В Америке я приехал на Слепноуму. В Америке это одна из самых известных постановок коммерсивных в мире, их там всего два театра. Один в Нью-Йорке, другой в Шанхае. И Слепноуму они играют Магбет, но в интерпретации Хичкока Вертига «Головокружение». Ай, я думаю, это дико страшно. Ну, меня это впечатлило так, что я не разговорил три дня после этого. Ого. Приехал в Москву и сказал всем «Ребята, надо срочно в Нью-Йорк, пожалуйста». Потому что я был удивлен от режиссерской свободы, от актерской свободы и от зрительской. Вот это вот соединение абсолютной свободы во всем, в помещении театра, меня оно просто поразило. Я не мог поверить, что такое бывает. Вот. И я вдохновленный приехал сюда и на самом деле даже не думал о том, что это состоится в Москве каким-то образом. Ты режиссер? Я со-режиссер. Первой версии, да. Нас было три, трое. Но это невозможно. В спектакле 300 или 400 сцен, которые идут одновременно в течение трех часов. Одному человеку это поставить невозможно физически. Ну хорошо. тем более в тех сроках, которые у нас были. Просто как ты решился на то, чтобы назвать себя режиссером? Это в спектакле? Да. Ну то есть ты никогда не занимался режиссерой такой прямой, театральной. Абсолютно. Ты просто увидел спектакль. Ты обалдел от того, как это круто. На следующие секунды ты сказал, давайте это сделаем, а еще через шаг ты стал это делать как режиссер. Ну просто. Я взял текст в руки. Да. И понял, что ты знаешь, что с этим делать. Я нет. Я просто увидел определенную картинку, которую я хочу. Я все свое умение выношу из практики. То есть я в данном случае, если мне говорят, надо сделай, я не боюсь. Я точно так же сел за световой пульт первый раз на телевидении. Так. Это дико интересно мне. Когда мне сказали, нужно построить свет. Да. Когда мне сказали, что нужно сделать звук. Я точно так же первый раз сел, просто услышал, как я хочу, чтобы это звучало. Сделал первую композицию, музыкальную. И? Спродюсировал. И оказалось, что это... И оказалось классно. Мне Нина Матвиенко сказала, хлопала вот так вот в ладоши, говорит, вау, у меня такой аранжировки никогда не было. В Украине. Шоу номер один в Украине. Вот там я взял все образы управления вот так вот себе, потому что у нас такой формат был программы, что там каждая команда, которая была, она выделялась отдельному продюсеру. И меня взяли туда как продюсера команды. Я сделал все номера для команды, мы выверли с этой командой с этими номерами. И я сто процентов уверен, что это номера выиграли, потому что команда пацанов была... Потому что ты ее продюсировал? Не, не то, что я... Потому что... Хорошие номера были, да, очень-очень хорошие номера. Вот. И все. И после того, как случилось шоу номер один, это шоу видели в Украине, мне начали звонить продюсеры по поводу заказов уже на другие телевизионные проекты. Меня пригласили сразу же режиссировать шоу «Мазгу ООН», который у нас назывался один в один проект в Москве. Я сделал там проект шоу «Мазгу ООН». Потом об этом узнали владельцы формата «Здесь в России». Меня пригласили сразу туда. Потом на первом канале увидели, что я делаю в плане телевидения, потому что я делаю это все сам. И все знали, что это сам. И команда у меня вроде бы складывается такая достаточно плотная и очень хорошая. Мне начали поступать заказы по поводу других телевизионных проектов в плане шоу. И все. И после этого меня увидела Слава. Сказали, о, а кто это делает? Сказали, Мигель. Ну-ка, давайте его сюда. Я же не хотел садиться в жюри. Знаю. Я сразу сказал ему, Груслав, я тебе сделаю отличное шоу. А почему не хотел в жюри? Мне хватило «Фабрики звезд». В чем? Чем? Я люблю обычной жизнью жить. После «Фабрики звезд» очень узнавали? Очень сильно. Я испугался. Это была «Фабрика 5» под руководством «Албарисом Пугачеву». Это было прям... Мне стало плохо в тот момент, когда я понимал, что я не могу как бы вправо-влево описать, сходить, какие-то вещи поесть где-то. Как долго это длилось? Это длилось год. Это длилось год, и за этот год я понял, что я не хочу. И максимально сделал так, чтобы я больше в качестве... Уйти за кадр. Уйти за кадр, да. И все. Чем он тебя взял? Слава? Слава Дус Мухаммедов. Тем, что убедил меня, что это мой проект. Что это будет твой проект? Нет, изначально рождается проект для меня. Я на самом деле ждал такого. Очень долго ждал, что появится что-то вот именно для меня. и как бы я ни хотел, но я все-таки согласился на это. Слушай, давай коснемся такой темы, которую обсуждают относительно школы про танцы, которая появилась в 15-м году, сразу после первого сезона танца. Об этой школе говорят следующее, что в нее вложился максимально именно Дус Мухаммедов, вложился что-то около 100 миллионов рублей и открыл ее, как бы, собственно, тоже получается для тебя. Так ли это? Для нас. Для вас? Для кого? С ним. Почему? Не только для меня. Мы со Славой владеем этой школой практически поровну. Моей части, у меня чуть-чуть меньше доли, но как бы он это сделал только лишь для того, чтобы мы продолжали поддерживать все то, что мы сделали благодаря проекту танца. Эта идея родилась до проекта танца или в процессе проекта танца родилась идея сделать школу? Эта идея в процессе, конечно, родилась. Там такой был шквал запросов. Что было глупо не воспользоваться этой ситуацией. С одной стороны, да, но я был против. Ну, потому что я не педагог. Хороший характер. Ты все время против. Я пришел к Славе, сказал, Грослав, окей, школа моя, а что я там буду делать? Так, что от этих словах? Я умею, как бы я знаю что-то, что я могу людям дать в этой школе. Ничего страшного, все найдется. Ну, вот потихонечку нашлось. Цели заработать же не было никогда. Что странно. А невозможно с таким объемом, который мы делаем. Для нас это было главное, создать людям условия, вот и все. А потом уже, если получится на этом заработать, были бы рады. Ну, вот пока мы в нулях уже какой год и нам нравится. Тебе было 22 года, когда ты попал на фабрику звезд. Значит, я понимаю, что за плечами к тому моменту был, значит... Петро, Нотр-Дан-де-Парии. И брошенный институт. Брошенный институт. Брошенный институт, да. Как ты попал на фабрику звезд? Ты как-то упоминал, что там, ты воспринимал это как стартап и что вот Лина Арифун сказала тебе в том числе, что, мол, обязательно надо, неважно, что ты не поешь, как бы полная фигня, а главное, тебя страна как раз узнает. И это хороший трамплин такой. А как ты... То есть, с Линой Арифулин это уже был Вась-Вась в свои 22? Да. Оу. Ну, так получилось, что вот фабрикой звезд 2 занимался как раз Феликс Михайлов. Там я не помню, кто был у них хореографом, то ли Егор, дружиня, то ли кто-то, но мне помню, Фил позвонил, говорит, Мига, срочно приходи, мне нужна же какая-то новая кровь, я хочу по-новому посмотреть на хореографию у фабрики звезд, приходи, поставь пару номеров. Ну вот, пришел, поставил пару номеров, и Арифулин меня там выцепил. Да. На третий сезон она меня уже поставила, в тот момент, когда там был, по-моему, стрит-джаз хореографами, да, Серега Мандрик была, она меня уже выцепляла, я каждый эфир ставил по одному номеру какому-нибудь, и на пятую фабрику уже прям сказал Мига, надо срочно идти, пока это все не заглохло, потому что уже пятый сезон, никому это скоро интересно не будет, вот это последний вагон, прыгай. И я пришел на кастинг, увел Аллу Борисовну, подхожу к ней, говорю, Алла Борисовна, надо или не надо? А что не надо-то? Надо-надо. Все, пошел. Но мы с ней знакомы были до этого. С Аллой Борисовной? Конечно. Она же делала у нас свои рождественские встречи в Мюзикл Метро. Один из. И мы с ней тусовались. Каль Борисовна как раз и хотела подойти. Что она тебе дала ценного в твоей жизни и в твоем опыте? Она мне дала ценное ощущение защищенности. Вот все. Все. Я ее понимаю очень сильно там как бы ее такую циническую органику. Она мне чужда. Ну. Да, окей. Она прям нарочитая эстрадная. И я понимаю все эти приемы, которыми она пользуется до сих пор. И они для меня не являются чем-то волшебным. Она мне дала в плане музыки. То есть я ее начал слушать очень рано. И меня восхищало то, как она поет. Скажи, пожалуйста, тогда вопрос мой к тебе таков. Давай. Сколько бы раз я не слышала твои интервью. Сколько бы раз ты не заходил в тему Аллы Борисовича Пугачевой. У меня было очень плохое впечатление последнего. Все, что я слышала от тебя, это как тебе было с ней некомфортно работать на рождественских встречах, о том, что она вела себя как королева, декадавала условия, позволяла себе неприличные вещи, унижала людей. Ты сказал ей, что ты больше с ней никогда не будешь работать. Почему я никогда не слышала, что она давала тебе защищенность? Потому что речь шла о последних во всех интервью, речь шла о последней работе. Почему ты никогда сам не делал эти преамбулы? от последней работа. Слишком сильный. Я могу сматериться сейчас. Я охренел в тот момент, когда все это произошло, и это стерло все. Ты можешь это конкретизировать? Что произошло? Это казалось напрямую тебя? Нет. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе. Тогда я могу даже процитировать, что ты много раз говорила относительно того, что она их стояла и отчитывала, как будто они малые дети, а они все были вовремя тоже. Это не это. Это другая. Не могу, не хочу. Смотри, как это выглядит. Это выглядит так, что нет никакой фактуры для отвинения, но есть полное перечеркивание любых заслуг. Она тебя позвала работать на свой проект, рождественские встречи, это было престижно для тебя, для молодого парня. Наверное, от этого можно было бы получить какой-то даже, ну, как сказать, это бонус, это бонус, что тебя позвали в такую работу, а ты так прямо фух, 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 фух. Я потом и скажу, что случилось. Блин. Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, как это выглядит в публичном поле? Я понимаю абсолютно. Я понимаю, но я не могу. Ты понимаешь, что ты выглядишь нагло старое счастье? Окей. Я не могу. Что ты просто, тебе вообще ничего не стоит посягнуть на Пугачеву. Кто? Пугачевы? Нет такой буквы в алфавите. Работали как бы больше никогда. После того, что произошло, я исключил эту букву из алфавита. Хорошо же. Ну-ка. Дорогие зрители, вы не узнаете, что произошло в очередной раз. Мне, может быть, повезет. И после он мне расскажет. А я вам как-нибудь не знаю что. Буду передавать о звукоморзе. Я понимаю, что это, но я не могу. Нет, так я в том-то и дело, что я и не хочу, чтобы ты это делал, придавал публичности, поскольку ты много лет это не говоришь, и у меня нет этой задачи, там, типа, докопаться и сказать, ну-ка, расскажи. Я просто объясняю тебе, как это выглядит со стороны. Это выглядит максимально странно. Я с этим соглашусь. Это выглядит как хамство, которое как бы молодого пацанела, как от него позвали, и он такой сказал, лично я, извините, просто со Спилбергом не работаю, как бы, царян. А дальше, ребята, додумывайте, пусть ваша фантазия вам поможет. Мой хороший. Ты вообще очень жестоко относишься к нашей эстраде. Ты всех называешь ленивыми. Ну, просто поработав с людьми, я сделал определенные выводы. Я сейчас делаю выводы только о том, как бы, с кем я работал и когда я работал. Что сейчас происходит, я не знаю, потому что я очень давно не работал с российской эстрадой. Но то, что происходило до этого, что люди могли себе позволить опоздать на репетиции, могли люди прийти с невыученным материалом на площадку, могли люди позволить себе какие-то споры во время процесса, когда уже что-то утверждено. То есть вот такие вещи для меня недопустимы. Ну, то есть, как бы, условно говоря, люди, скажем, звезды нашей эстрады, люди, которые непосредственно артисты выступающие, боялся эстрады, они считают себя точкой отчета. Абсолютно точно. И это неправильная система координат. Ну, мне кажется, не совсем. Ну, как можно в данном случае думать так, если вокруг тебя существует определенный объем людей, которые делают тебя таким, какой ты есть в данном случае. Ну, я сейчас имею в виду телевизионные проекты. Я сейчас только по телевизионные, концертные разные площадки, там, премии, все остальное. Мне кажется, это основная причина, почему многое не получается у нас и у режиссеров, которые занимаются различными мероприятиями. И шоу. Шоу, да, потому что им постоянно капают на мозги. Вот я себя вижу так. А целостную концепцию, например, мероприятия, они никогда не учитывают. Вот и все. И поэтому у нас все это вот так разваливается и летит к чертям. Могу ли я сказать, что там самый главный твой триггер – это отсутствие уважения и чувство достоинства по отношению к людям, которые называются режиссерами, хореографами и так далее? То тебя пытались, как бы сказать, обозначить как обслуживающий персонал. Абсолютно точно, да. Ну, да, 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 конечно, да. И многих, в основном хореографов. Это самое страшное вообще. Что именно вот к людям этой профессии наши звезды относятся, многие относились, может быть, окей, сейчас скажу так, вот таким вот скотским образом. И мне это не очень нравится. Ты отзывался очень хорошо об Узовой и говорил, что вот она могла бы быть нашей, так сказать, условной русской Мадонной. Почему? Потому что она... Я восхищался ее как раз трудолюбию. То есть она как раз абсолютно послушная. Вот она абсолютно послушная, в данном случае поп-артист. Мне кажется, все поп-артисты именно такими и должны быть. Творчеству это мало имеет отношение, потому что все-таки это программа определенная поп-индустрия. Поэтому в данном случае в контексте поп-индустрии Бузова шикарно. То есть если бы тебе предложили поработать с ней, ты бы сказал, давай. С ней, да. С ней, да. С кем бы еще ты поработал из сегодняшних? Юлька Зиверт хороша. Очень. Мани же прикольно работает. Очень. То есть вот у этого поколения... Есть новое поколение, да. Которое уважительно относится к команде. Понимает, да, что это такое. Школа, может быть, другая у нас была в принципе. Ну, как бы я, когда пришел на телевидение, я начал сталкиваться с такими вещами, в которых был там, типа, ну, удивлен. А почему нельзя сделать так? Почему нельзя сделать лучше? Почему надо идти по какой-то проторенной дорожке? Что ты узнал? Отвечая на этот вопрос, почему нельзя? Лень. Зачем? Я уже знаю, у меня проверено все. Поставьте меня здесь, дайте мне микрофон, я поехал. У меня с Лолитой было такое. Я ей в Киеве поставил... Она приехала уже с претензией того, что она хочет в новой обработке петь песню Владимирский Централ, Круга. И я предложил просто сделать, помимо того, что это новое исполнение, сделать новый визуал к этому. Она даже не посмотрела на то, что будет происходить на сцене. И я предложил просто сесть в зал и посмотреть. На что она мне сказала сразу, я ничего не буду делать, отстаньте от меня, уберите этих людей со сцены, уберите все эти декорации, весь этот свет выключите, дайте мне микрофонную стойку, я вот тут сяду и спою душевную. Я говорю, окей, спасибо. Всем за месяц работы. Артист у нас хочет петь один. До свидания. У него была своя концепция. Да, к сожалению, который он не предупредил нас. Хотя мы спрашивали, отсылали видео и все остальное. Каких-то подтверждений, утверждений материала. Но не произошло. Все в последний момент. Кажется ли тебе, что это вообще наша проблема? Отсутствие уважения? Я не могу говорить за всех людей. Могу сейчас только за свои каких-то отрасли говорить. Хорошо, за отрасли. Да, да, за отрасли. В некоторых случаях, да. Могу сказать, что это была наша проблема. Была наша проблема сейчас. Может быть, я окружил себя такими людьми. Создал свой микромир, в котором все понимают задачи и выполняют все очень быстро. Потому что я, побывав один раз на площадке в Лос-Анджелесе, понял, что такое тоже бывает там. Но в основном я видел там то, что люди отрабатывают каждый цент, вложенный в них. Я думаю, что вот это про уважение тоже. Сейчас позволю себе сделать это ответвление небольшое. Мне кажется, это про уважение тоже. Про уважение всех цехов. От и до. От и до. Потому что у нас есть, словно говоря, гонорарная часть там у звезд. А дальше, чем чуть ниже, ну, словно говоря, художник по костюму, ну, так, нормально забыл. А это супер важная профессия. Да, это главное нечего. А дальше, еще, еще, еще. И я просто скажу, что меня потрясло когда-то, я помню, что посмотрела какой-то кусок, я увидела из фильма о фильме Миссис и Мистер Смит. Что меня потрясло? Там вот последняя часть фильма, когда Пит приходит к дому и понимает, что она там, и начинает там прятаться, звонит в дверь, потом прячется, потом перескакивает через кусты. Ну, короче, вот это вся начинается история, забавная очень. Я думала, что это, условно говоря, снимается следующим образом. Вот он стоит здесь, дальше, значит, он там позвонил в дверь, перебежал, перепрыгнул через кусты, наверное, оттуда подхватились уже там в следующем, ну, ни хрена одним планом оказывается, это просто мне казалось, но для того, чтобы это было одним планом, вместе с ними, вместе с ним за кусты прыгал чувак, который прыгал, как только он вставал, делал подсветочку, вот эту беленькую подсветочку, он перебегал дальше, как бы, и этот так же перебегал, то есть это выверенная траектория, как бежит этот, и как он встает чуть-чуть за угол, и этот делает подсветочку, как бы, я думаю так, даже я, честно говоря, не очень представляю себя в нашем кино человека, обладающего такой способ, такой спортивной закалкой, чтобы вместе как бы настолько идеально просто сек-всек как бы приземляться. Можно просто в Ютьюбе посмотреть тренинг оператора-постановщика или просто оператора-стадикамщика, с чего начинается день, так они вот в этом обмундировании во всем шагают, бегают по беговым дорожкам, то есть что они делают для того, чтобы соответствовать этому вызову, который может быть, а может и не быть. Это как с актерами, то же самое. Мне кажется, что это как бы взаимная история. Для того, чтобы этот человек хотел идти тренироваться, понимаешь, он должен понимать, что он не придет в обстановку, в которую, скорее всего, скажут, чего, кто, как бы, фокус-пультер, чего, человек, который делает подсветку, ассистента-оператора, сколько? Тогда по какому принципу люди отбирают себе команду? По какому принципу они действуют в данном случае? Кто столько стоит или кто что делает? Я думаю, что мы подошли к рубежу, когда, конечно же, было бы здорово начать взаимно друг друга уважать, кто что делает, но сейчас, к сожалению, мне кажется, все равно продюсерский кинематограф, продюсерское телевидение во многих местах погубило профессионалов. Ну это ладно, мы, скажем, отвлеклись, не знаю даже, сколько это войдет в программу, потому что, может быть, это не так интересно зрителям. А мне интересно. Почему погубило? Ну, не знаю, мне кажется, потому что, прежде всего, высчитывали деньги. Деньги. Конечно, да. Сэкономить, сделать подешевле. А как можно удешевить? Ну, вот так. Ты говорила, что долгое время твоим главным вдохновением был Нью-Йорк, а с какого-то момента там что-то сломалось. Очень сильно сломалось. Для меня Нью-Йорк остался, я почему-то, когда туда приезжал последний раз, я понял, что я вернулся, вот как на Кубу приехал в Советский Союз, и я точно так же вернулся в какие-то двухтысячные года, и при том очень плохого качества. и это впечатление у меня прям вот точкой было, финальной точкой для меня было посещение мюзикла Король Лех. Я была до нем просто. И мне стало плохо на этом мюзикле. Это невыносимый. Мне стало плохо. Это была моя детская мечта, я туда пришел, сел в зал, все это началось, и это все, конечно, очень круто придумано, но так, как люди там работают уже, то есть для меня было эталоном вот этого качества постоянного. И тут я сел в четвертый ряд с огромной улыбкой души, и когда звучала первая музыка, у меня пролились слезы, и через пять минут это все разрушилось, когда я увидел работу в мюзикле, то, что окей, негритенки в последнем ряду уже пересмеиваются, уже там какие-то свои прикольчики появились на этом спектакле. Понятно, что обычно зрители этого не знают. Ну, алло, это же просто неприлично, когда я вижу ваш мезусобойчик вот здесь на сцене. И вот, все. И это все рухнуло. Вместе со всей той грязью, которая там была, и... Грязью какой? Ну, в смысле, технической? И технической грязью, да, и еще и город сам меня поразил тем, насколько он может быть, насколько он может плохо пахнуть. Меня и люди... А раньше так не было? Вот первый раз, когда я туда приехал, нет. Может быть, я просто от эйфории того, что я туда попал, потому что я заезжал туда под песню Нью-Йорк Алиши Киз, конечно же. Я понял, что для меня это сказка, может быть. Я не замечал этого всего, эйфории. А сейчас я приехал и понял, что я не могу... А что с людьми не так? Какая-то нарочитая свобода в них появилась. Нарочитая свобода? Да, они прям тебя ей вот насилуют каждый раз. Вот ты почему не такой свободный, как мы. Вот смотри, мы какие свободные. Я так, ой-ой-ой-ой-ой, подождите секундочку. Я пока к этому не готов. Я знаю места в мире посвободнее и там меня никто не трогает. Вот и все. А там это прям какое-то принуждение, потому что ты должен отличаться от всех. Транслируй. Транслируй это. Да. Когда это было? В каком году? Последний раз, по-моему, в девятнадцатом или в семнадцатом. Ну, прям перед пандемией совсем. Ну, странно. Разрушилась какая-то картинка для меня. Насколько я знаю, та история, которая приключилась, когда возникло движение БЛМ, она тоже тебя сильно смутила, потому что ты в ней... Я изначально повелся, ну, опять же, благодаря вот еще соцсети, все остальное, конечно. А-а-а, дышь-дышь-дышь, грудь. Но потом... Кстати, твой пост был отличный, вполне себе. Ну, да. Твой пост, он был как бы в тему, потому что он был про нас. Он был не потому, что мы вообще в целом, как бы, ребятам это тоже очень сочувствуем. Он у тебя был конкретный про себя и про нас. Ну, да. Вот. И все. И дальше... Ну, мы же не отличаемся ничем вообще. Ну, как бы, что бы мы ни любили, что бы мы ни делали, мы все люди одинаковые. Зачем в данном случае выделять какую-то группу людей для того, чтобы они начинали везде трубить о своих правах и чем-то... Ну, как бы, да, для меня это элемент расизма. Сам по себе. И не только. Ну, там разные темы есть, на которые можно поговорить. Но не будем в них углубляться в повестку той страны, потому что у нас своих проблем достаточно. Ты говорил о том, что своим становлением ты обязан Украине. Ты с 2011 по 2014 год путешествовал по самым разным проектам и делал там что-то. Ну, да. То есть я там начался знакомство с Вова Зеленским, конечно же, и с первого проекта его. Господи Иисусе. Наполеон против Ржевского. И поскольку Вова стал уже продюсером телеканала Интер, он как раз посмотрел то, что я делаю в кино, и сказал, а ты не хочешь попробовать? И вот начали пробовать. Начали делать. Есть ли у тебя ощущение, было ли у тебя ощущение, какой-то существенной разницы между шоу-бизнесом там и здесь? Конечно, сто процентов. В чем? Там маленькая страна. И? Там хороший материал очень быстро распространяется везде сразу же. И становится примером, референсом? Ну, конечно, да, референсом сразу же для многих. И поэтому там легче распространять. Это просто маленькая территория. И поэтому все модное, все красивое, но расходится сразу же и всем. И это все сразу видят. У нас пока там... Достигнет дальних уголков. Да, уже... То есть у нас больше эта культура сосредоточена... В Москве. В Москве. В Москве, в Петербург. В Петербург. Ну, в основном Москва была тогда. Ну вот, сейчас уже чуть-чуть пошире. А там можно рассчитывать, что ты столкнешься с этим, с этой, так сказать, насмотренностью. Везде. Абсолютно. А чем ты объяснишь, что... Есть такое мнение. Было. И оно бытует, скажем, среди молодых людей очень сильно, что на Украине очень много классных танцоров, классных певцов. Там очень классно делают музыку. То есть как будто бы там прям сосредоточенность вот это... Даже не то, что это расходится в разные страны, но даже просто количественно, как будто больше вырабатывается. Ну да. Почему? Национальная особенность, или есть какие-то объективные причины? Мне кажется, вопреки. Вопреки? Потому что происходит у нас. То есть они изначально хотели отличаться от того, что производится здесь. И поэтому все по-другому. Поэтому другой подход к музыке. Поэтому другой подход к исполнителям. Мне кажется, только из-за этого. Ты знаешь, я знаю, что... Они очень чувствуют свою уникальность в данном случае. Ну и мы как-то ее всегда подпитывали. Тем, что говорили, у вас лучше, у вас круче, и социальные. Дали им смелость какую-то. В 2014 году ты вернулся в Россию, и... Пожалуй, именно в тот год все достаточно резко изменилось. Я оттуда бежал по этой причине. Прям бежал? Ну, конечно. Я застал прям Майдан уже. Ну, все застал, то, что там было. То есть самое-самое начало. Что тебя испугало? Страшно, не стало страшно. А что? Ты чувствовал, что что? Что это угрожает твоей жизни? Да. Буквально? Да. В тот момент, когда я начал на улицах видеть очень нехорошо настроенных людей, я понял, что мне просто небезопасно там находиться. Были некоторые ситуации, в которых я сталкивался с некой ненавистью по поводу меня. Потому что ты говорил на русском языке? И... Потому что я был черный. А, это тоже являлось дополнительной угрозой? Тоже, да. У нас была одна ситуация в Киеве, когда спасло все то, что в компании молодых людей, которые были довольно-таки специфически одеты, оказался один из техников, который снимал с нами программу. Он типа сказал, ребят, ребят, спокойно, это Мигель, все нормально, мы все знаем. Специфически одетых ты имеешь в виду это люди с нацистской символикой? Нет. Ну, было же какое-то направление, которое называлось skinhead. А, вот это. Вот. И вот такие вот... Она, кстати, соседствует. Ну, где-то рядышки, я знаю. Но вот и такие персонажи, которых я видел в Москве, там, не знаю, в... Давно? Ну, недавно, нет. Последний раз меня били в метро в 2003 году. Ё-моё. Или в 2002, да. Меня били в метро. Как раз такая же компания, компашка зашла, и у меня мама просто была, я не мог ничем ответить, я просто держался за поручни, и меня три чувака месили, но мама была сзади. Я не мог ничего сделать, потому что иначе бы мама. Ну вот. Вот в 2003 где-то я видел в Москве, и потом вот в 2014 начал наблюдать там. И поэтому я сказал, что, к сожалению, я не могу. Тем более я жил еще рядышком, прям с площадью, и понимал и чувствовал, что начинается что-то не то. И свалил. Два года назад в интервью своем на YouTube-канале в программе «Соло» ты сказал на вопрос ведущего, мол, когда это закончится, то есть когда-то никогда не закончится. Что именно? Вот такое сложное отношение между Украиной и Россией. Я так давно наблюдаю за всеми теми вещами, которые происходят с самого начала. Мне было интересно к этому, я был готов даже к 24 февраля, то, что произошло. Я абсолютно меня это никаким образом не испугал. Не шокировало и не испугало? Нет. Ну, я понимал, что вау, неужели оно случилось? То есть вот так было. Но то, что это было неожиданностью для меня, нет. Я понимал, что... Это было неизбежность. Абсолютно. Я следил за этим изначально. Все стороны пытался смотреть этого, и тем более, как бы, воспринял этот конфликт вообще с третьей стороны, потому что я находился в Азии, и на меня не могли давить никакие информационные штуки, ни российские, ни украинские, ни американские, никакие. То есть я был абсолютно в нейтральной зоне. Звонил всем своим друзьям и в Киеве, и в России, успокаивал многих киевлян своих, убеждал в том, что надо переехать куда-то в другое место, особенно пацанов. И то, что... Ну, к сожалению, люди, которые находятся вот в поле информационном определенном, с ними очень сложно поговорить. Ну вот, мне любопытно, у тебя же там было огромное количество друзей. Было, но осталось. Вот. Вот мне интересно то, что сейчас происходит, потому что, к сожалению, то, что я... Я терплю. Что ты терпишь? Все, что происходит сейчас со стороны этих людей. Я не отписываюсь от них в Инстаграме. Они до сих пор остались всеми моими друзьями. А они не отписываются сами от тебя? Нет. Они не шлют тебе ежедневно... Некоторые шлют. Слова ненависти? Я... Нет, ненависти ни в коем случае. Ненависти нет. А что пишут? Ну, в смысле, что... Что может быть... Как бы, что ты терпишь, условно говоря, тогда? Пишут. Я терплю их высказывания по поводу страны, которую я люблю своей. Я терплю высказывания их по поводу русских людей. Я терплю их высказывания по поводу ситуации, в которой сейчас находятся они, по поводу ситуации, в которой находимся мы. И... Ну, мне просто ждать. Надо ждать. Я не могу злиться на них. Я понимаю, что на них нельзя сейчас злиться. Они, к сожалению, находятся абсолютно в другом... В другой атмосфере, в другом положении. Они обладают абсолютно другой информацией. Я понимаю, как сейчас работает информационное поле там. И просто жду. Я их точно так же... Ну, а как я могу? Я их люблю. Они мои... Это моя жизнь. Что бы они сейчас ни делали. Поскольку ты дружил с Володей Зеленским, я понимаю, что с того момента, как он стал президентом, вряд ли ты мог с ним общаться, потому что я тоже знал других людей, которые с ним дружили и которые сразу же потеряли к нему доступ, какой бы то ни было. Положим, это, скажем, тоже законополитики, в которых мы, может быть, не все понимаем. Но... Это тот же человек, которого ты знал? Да, он в ловушке. Я не... Ну, как бы... Да, я могу сказать, что он в ловушке просто. Но ты его узнаешь, условно говоря. В некоторых вещах... Я же человек, который работает на телевидении. Я человек, который понимает и знает, как формируется сюжет, как формируется... Нарратив, строение, образ. Образ и все остальное. Я не могу сказать и не знаю сейчас, как бы действительно ли или нет. Но вся ситуация вокруг, которая есть, она дает мне полное ощущение того, что... Мне жалко, что происходит с ним. И именно потому, что у него выхода нет, наверное, по-другому себя в данном случае вести. Вот это страшно. Обидно. То есть я на него смотрю, как на человека в ловушке. Ну, как бы... Ну, так вот. Как будто за... Падрился я человек, целится и говорит, а ну, теперь текст читаем. Вот так. Невозможно, мне кажется, так сильно изменить человека. Либо это деньги какие-то большие. Ну, вот. Я не верю, что люди, ну, могут... Да нет. Конечно, это был другой человек. Это человек, которому я благодарен был. И до сих пор благодарен. Поэтому... Вот так вот. Обстоятельства изменились. Я думаю, что человек не изменился, а обстоятельства изменились. С Егором Дружининым. Вы работали на проекте «Старые песни о главном». Где он был хореографом, ты был танцовщиком. Правильно? Но наставником ты его тогда не ощущал для себя. То есть ты просто работал... Тебе давали хореографию, ты ее делал. Как бы это не вопрос того... Мы типа дружили. То есть там... Ну, такие отношения были у всего коллектива. Мы приехали в Санкт-Петербург. Мы там жили у одного из танцовщиков тире его очень хорошего друга Сашки Дежурова. И вот мы вот этой тусовкой все... Ему сколько было? 25 лет? 26-27 лет Егору. Вот понятное дело, что там такое было себе. Работа тире дружба. Отчасти ваш путь на самом деле похож. Очень. Спасибо, что ты договорил. Это за меня. Вот поэтому я вначале тебе сказал. Ты знаешь, что я по поводу Егора Дружинина, его мнение сейчас о высказывании очень сильно думаю, когда мне стало 40 лет. Да. Ну, потому что та же самая история. Он начал этим заниматься. Как бы не так, чтобы с раннего детства. Да, и тоже с образованием там... И даже с образованием. Больше насмотренность. Больше невероятная искренняя... И опыт. Тяга. И опыт непосредственный. То есть вот это все, все составляющие просто вот того же самого математического уравнения. Цитата. Твоя. Соперничество началось на втором сезоне. Какие-то вещи меня оскорбляли. Сугубо личные. И я был удивлен, почему ему это было позволено. Я же за творчество и за правду. Что ты имеешь в виду? Что было такого уж особенного позволено? Тогда дай мне время, чтобы я вспомнил. Не помнишь? Что оскорбляло? Ну я как-то знаю, что такие... Хотя бы атмосфера какая-то, может быть. Тебе казалось, что его как-то позиционируют как мастера, а тебя унижают? В чем? Иногда вот на очевидные вещи он говорил абсолютно противоположную точку зрения. То есть на очевидно прекрасно. Не прекрасно, но вот как бы очевидно сделанные вещи. Неважно, прекрасно, непрекрасно. То есть вот сделано хорошо, плохо. Почему плохо? Просто плохо. И объяснение этому было такое завитиеватое, конечно, в которое можно было поверить, но оно по сути никакого отношения к делу не имеет. Это ранило. И меня это возмущало. Почему человек, который изначально хотел всегда, я его знаю давно, чтобы было хорошо и красиво, сейчас мне на красиво и хорошо говорит лоха. А вот то, что некрасиво, он говорит красиво. Потому что, ну, как бы вроде бы мы изначально говорили об одном, на одном языке. И тут я увидел вот эту вот невероятную разницу во вкусе. Хотя изначально, я могу сказать, что Егор Дружинин прививал мне вкус. Вот и все. Максимальное напряжение началось на третьем сезоне у вас. И там уже начался какой-то трэш. Я сейчас опять цитаточку приведу твою. Что ты говоришь, обращаясь к участнице команды Егора Дружинина. У меня в команде таких двуличных людей сжирают заживо. А у Егора они становятся лидерами голосования. Как ты сам считаешь, это нормально такое говорить вслух, на проекте, телевизионном, на громадную аудиторию всей страны? Мне кажется, именно вот эти вот... Вот это отсутствие рамок в данном случае в моем контексте и сделало это общение невероятно живым. Я не смотрю танцы. Я не смотрел практически ни одного выпуска танцев. Я не слежу за тем, что происходит по телевидению, ну как бы как это уходит в массу. Для меня танцы — это павильон и ситуация, которая происходит внутри этого павильона здесь и сейчас. И понятное дело, что, конечно же, в контексте телевидения звучит не очень. Но это наш с ним живой разговор. Настоящий, без прикрас вообще и без цензуры. Совсем. Абсолютно. Но мне кажется, что Егор себя цензурировал, а ты нет. Я бы сейчас себя тоже цензурировал. А, то есть такой ты был тогда. Да. Принимайте меня таким. Не то, что приним... Ну да. Да. Абсолютно точно. Понятное дело, что я чуть-чуть вынос там типа ссоры из избы, потому что наших закулисных отношений, с Хейко, который стоял в тот момент на сцене, с Егором. Вот подробности никто не знает, почему мне нравится иммерсивный жанр. Ну вот. В данном случае это было некорректно, потому что было вырвано из контекста. Я не скажу, что я жалею об этом и готов сейчас переговорить эту фразу, потому что понимаю, что вот сейчас со своих сорока лет я бы чуть-чуть себя цензурировал и как-то мягче вошел бы в эту ситуацию. А почему бы ты сейчас себя цензурировал? Исходя из каких соображений? Я изменился сам. Я по-другому чуть-чуть начал относиться. То есть вот все эти ситуации, они во мне выработали какой-то иммунитет. По части, ну, эмоциональный иммунитет. И вот сейчас я себя цензурировал только лишь потому, что я просто по-другому уже смотрю на эту ситуацию. Ты бы не воспринимал ее настолько близко к сердцу? Близко к сердцу, да. То было, блин, детище мое, которое очень сильно меня тогда, ну, как бы любой выпад в эту сторону меня очень сильно ранил. И вот с чего наш разговор начался по поводу моей сентиментальности и агрессии в момент того, когда я понимаю, что я начинаю нападать на мое. Начинаю распадаться. Не нападают на мое, начинаю распадаться эмоционально. Они заставляли меня делать такие вот агрессивные вещи. Смотри, как Егор комментирует ситуацию. Проекту Мигель нравился именно таким. И его возможность говорить одно, а делать другое вполне приветствовалась, как и его непредсказуемость. А, когда Егор про себя говорит. Проект поощрял конфликт. Это был конфликт между новым и старым, между знакомым и незнакомым, между дерзким и обдуманным, между нарушением границ и тем воспитанием, которое не позволит мне так поступить публично никогда. Ты чувствовал противостояние поколений в вас? Нет. Никогда. Я же тебе говорю, мне самое страшное, потому что я понимал, что рядом со мной сидел единомышленник, который вдруг почему-то начинает говорить как старый пердун. Я говорю, что с тобой случилось? И это меня бесило, я не понимал. И я говорю, вот сейчас зачитал, я говорю, это прямо про него. Говорил одно, делал другое. Я ухожу, я не ухожу. Правила, не правила. С самого первого сезона кто правила изменил? Егор Дружинин. Взялся в команду больше людей. Но проект действительно поощрял ваш конфликт? Абсолютно точно. Но он на этом строился. Сейчас уже, когда все это закончилось, вот сейчас нас сложно раскачать на эту штуку. Мы сейчас играем. То есть, если нас просят сделать какой-нибудь конфликт, то тогда мы уже такие. Как бы немазанная коллега, телега такая. Он, сука, иногда меня так может уколоть до сих пор. Очень сильно обидеть. А ты не можешь, типа, ты думаешь, вот то, что ты говоришь, это не обидно. А что я там сказал по поводу Дружинин? Я по поводу Гейко сказал. Вот эти заходы я наблюдала все время на проекте танцев, когда не подкопаешься. А что такого? А что я там сказал? Все нормально. Ну там питерская интеллигенция, извините, пожалуйста, я тебя посмотреть никуда могу. Я из Подрескова. А, вот что здесь схлестнулось-то. Вот что на самом деле происходило. Борьба двух столиц. Как тебе было проигрывать? Больно. Каждый раз? Первые два раза было очень больно. Потому что я понимал, что я не могу держать это все в своих руках. Но это же игра. Но это же как любая игра. Выпадало из рук. Да. Но каждый раз, начиная сезон, ты думал, мои будут первыми? До пятого сезона, да. А что случилось на пятом? На пятом сезоне сколько можно? Вот что случилось. Мигель, имей совесть, да, тебе сказали так? Нет, мне так никто, конечно же, не говорил. Но на Мигель, выразительно посмотрели на тебя. не это, но я понимал и понимаю, что у программы должно быть какое-то развитие. Что скажешь про романы? Романы? Да. Внутри? Да. Настя Вядра. Как только это... Нет? Вядра моя подруга. Не романы? Нет. Свет Светикова? А, да. Поймали? Там было. Романы, не романы, влюбленность, да. Я не могу без этого ощущения работать. Мне нужно быть, что-то делать для кого-то. Я люблю влюбляться. И поэтому, конечно же, каждый сезон, до пятого сезона, ты влюблялся. Да, я влюблялся. Но при этом ты сказал, что ты ошибся в том, что создан для семьи. Да, тогда я так думал. А сейчас опять передумал? Тогда была слишком большая незалеченная рана от отношений, которая меня заставляла так думать. И под мнением, можно сказать, моих друзей, которые мне говорили о том, что с чего ты взял, что отношения должны быть. Вот как по шаблону. Вот у всех, у тебя свои типы отношений. Мне кажется, вообще ты не создан для отношений, ты создан для чего-то. Я запросто принимал у себя в тот момент. Надо же было чем-то лечить. Спасаться. Зеленка, ну, зеленка, да, Йоток, йот. Вот и придумал. Вот сказал. Действительно так думал. Какое-то время, да. Про фабрику ты говоришь, что она не так классно, как ты вспоминаешь, использовала те моменты, которые случались на ней, как бы те дружеские отношения или те конфликты, которые там случались. Как они могли бы это использовать? То есть я понимаю, что ты вообще-то классно понимаешь про пиар. Классно понимаешь про упаковку. Ну, может быть, интуитивно, да. Сейчас я так понимаю. Почему? Потому что я нахожусь внутри телевидения. То есть я нахожусь за кадром, понимая, как складывается даже программа танца. И то, из чего люди делают сюжет, который становится потом привлекательным. И то, как они транслируют через сюжет там номер, который будет показывать один или другой участник. Сейчас я это, конечно же, понимаю. Смотри, самая первая твоя победа на проекте «Танцы» это был второй сезон. Второй сезон. И это была история Макса Нестеровича и твоего хореографа Катики Решетниковой. Катики Решетниковой. Прекрасный, который я обожаю. Фактически, это была история любви. Да. Если честно, я думаю, победила история любви. Только так, конечно. Так само по себе случилось? Или это такая красивая, разыгранная партия? Мне кажется, это симбиозы того и другого. Никто не думал о том, что это будет именно так. Изначально Катя и Макс, когда Макс пошел на проект, они при мне и все сказали о том, что эта история никаким образом не затронется. И они держали это в секрете. То, что происходило в данном случае с редакторской стороны, я не особо в курсе, потому что ребята складывают как бы сюжет. Контент сами? Контент. Ну, то, чтобы сами. Они, конечно же, опираются на нас в данном случае. Но после первого сезона они поняли, каким образом надо программку клепать. Из чего она должна состоять? Какие вещи все-таки будут заходить людям, какие нет. И я помню, что до самого последнего момента во-первых, никто не знал, будет ли он делать предложение или нет. Это для вишники, для торта. Да. Ну вот. А что касается истории их любви, я думал, честно, что это все закончится на их совместном танце. Вот оно там появится и закончится. Так это был пока раз, по-моему, предпоследний как раз. Был предпоследний. То есть как последнее голосование приходилось на это? Не, 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 предпоследнее. Предпоследнее. Я очень расстроился на финале второго сезона, потому что я очень думал, что победит Никита Орлов. Угу. Но победил другой член твоей команды. Но победил другой человек. Я порадовался, похлопал в ладоши, но я не скажу, что победа во втором сезоне это такое, знаете, флауэс-викторин для меня. Я почему так обращаю на это внимание, потому что в последнем сезоне Егор Дружинин сделал такое заявление в одном из интервью, что он не будет делать ничего, чтобы привлечь дополнительное внимание публики к участникам своей команды. Он так педалировал это, что нельзя было не догадаться, что, мол, кто-то делает много чего для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к участникам своей команды. Предлагаю пересмотреть второй сезон номера команды Егора Дружинина и в частности номер Юли Николаевой и Ивана Божайкина. Но мы сейчас говорим про последний с тобой сезон. Не важно, последний, последний. Он параллельно со мной делал то же самое. Окей, хорошо. Участник, за которым я следила в последнем сезоне, извините, если кто не смотрел танцы, я не смотрел. Сезон какой? Танцев в танце. Танцев в танце. Танцев в сам последний. Дамьен. Который приходит на проект, который идет с невероятным одобрением Дружинина, с поддержкой Дружинина, который говорит, классно, классно, вы очень классные ребята, и ты, Дамьен, шикарный, классный парень. И вот, как вы думаете, у кого оказался Дамьен? Та-да! Как ты забрал Дамьена? Каким образом? Как это могло произойти? Она сейчас просит, чтобы я ей рассказал все под ногой. Егор знал, что так будет? Это была договоренность? Конечно, знал. Мы определяем уже состав команды в тот момент, когда ребята начинают приезжать, все съезжаются на мастер-классы. И в тот момент мы их отсматриваем и уже делаем... И приблизительно намечаете, кто кому. Да, приблизительный выбор того, кто, кого хочет в команду. Понятно. Я почему-то вдруг увидел в этом человеке невероятное желание попробовать что-то новое. Я, честно, повелся на это. В Дамьене? Да. И что, тебе кажется, нет? Он не повелся на это новое? Ты повелся на него, я повелся на него. Ты повелся, а он? А он... Вот... Все-таки та маленькая... Вот этот вот изюм, который произошел в тот момент, когда он отказался танцевать общую комбинацию и встал на месте и сказал, что он выше всего этого, она мне все-таки не давала покоя до самого конца и не мог расслабиться и действительно предложить ему то, на что он не посмотрит свысока. Ты не знал, на что он сможет среагировать как бы адекватно и сказать, да, это интересно? Я реально ходил вот по такому маленькому прудику и понимал, что типа шаг вправо, шаг влево, и это будет плохо. И поэтому я его просто передал Карпену в руки. Он, Карпенович, ему нравился, он нравился Карпеновичу, и в данном случае Леха, можно сказать, сделал Дамьена вот весь... Вылепил. Таким, как он есть. был отстранен от этого, и в принципе меня уже в последнем сезоне мало что возбуждало на творчество. Почему? Роскошно? Уже да. Я понял, что я засиделся, я понял, что я вообще, ну, я израсходован как творческая личность. Я не могу придумать ничего. Я уже, я выжат, как лимон. Я не знал даже по отношению даже к себе. Ну, я был изничтожен просто в последнем сезоне и понимал, что мне нужно сделать большой-большой перерыв для того, чтобы каким-то образом по-новому взглянуть. Меня тошнило от телевидения. Я больше не мог работать в структуре, где я, ты ответственен и постоянно должен генерировать идеи. У нас же все происходит очень быстро. У нас заканчивается концерт, на следующий день мы уже должны создать другой. Потому что через день начинается производство, а производство, судя по номерам, там достаточно мощнейшее. Масштабное, да. Поэтому вот так вырабатывать уже я не мог. И мне было уже последний сезон, честно, я практически уже, можно сказать, отошел от дел. Все. Я был, я просто кончился. Я хотела бы завершить историю с Доменом, потому что фактически было опять два претендента на финалистов. Да. Это был представитель команды Егора Алексея Мишини. Дружина. Мечетный, да, который хотел ко мне. Отличный парень. Который что? Который хотел ко мне. Ну да. И Дамьен, который хотел к Егору. Да, ну понятно, что это тоже такая телевизионная интрига и прочее. Но у Дамьена накануне была почти такая, ну у кого немножко с другой напряженностью, ну почти такая история, как у Кати Решетниковой и у Макса. В том смысле, что вдруг вскрылось, что не просто жена, жена беременна, жена беременная попала в больницу, потому что ее хейтили. Фанатки Дамьена, она молчала, не рассказывала ни слова Дамьену, потому что для него очень важен этот концерт. И он танцевал свой предпоследний танец, целуя обручальное кольцо и посвятив его жене. Ой, не могу. Но между тем, именно за это Дамьена потом захейтили поклонники и сказали, это было нечестно. Мы типа раскусили этот ход. Ты хотел нас заставить себе сочувствовать, это не вопрос танца. И победил Алексей Мечетный. Можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Мне не нравятся такие спекулятивные истории, касаемые семейных отношений, матерей, ну, жён, детей. Детей. Им хотелось это сделать, они сделали это. Но я не фанат такого вида. Такого вида манипуляции аудиторией? Я не скажу, что это прям манипуляция аудитории. Такого вида высказываний артистических на сцене, когда они связаны вот это вот всё, вот этот вот тяжёлый путь и всё остальное. Все люди знают, на что они идут. Я каждый раз, когда команду как бы звал на первое собрание, и Катя, и Карпенко, Лёха, и я, мы всем им говорили о том, что, ребята, будет вот так. Будьте к этому готовы. Давайте мы не будем из этого делать повод для того, что будут хейтить и будут хвалить. Будут хвалить вам куча всего. разного прилетит в социальных сетях, и это нормально. Так оно и должно быть. Давайте мы не будем этому удивляться, поскольку мы здесь уже работаем давно. Мы вам об этом говорим, что это нормально. Поэтому я был изначально возмущён и от этих... И редакторской группы, которая это подхватила. Ну, слушайте, редакторская группа так работает, Да, конечно. Но извините меня, но можно было и как бы людей же предупреждали и оградить, чтобы эта информация попала к редакторской группе. В данном случае я и редакторскую группу очень сильно понимаю. Надо сделать программу. Да, и это потрясающе драматический момент. И это потрясающе драматический момент. Очень запоминающийся. Да. И ты можешь не помнить, как танцевали прекрасно другие персонажи, а историю любви ты не забудешь. Да, именно запомнишь. Если тебе придётся делать какой-то проект совсем-совсем самостоятельный, набирать редакторскую группу, ты скажешь ей, ребят, вот этим мы не пользуемся, это запрещено. Или ты скажешь, ну да, это... Что поделать? Это правила телевидения? Правила шоу? Ой, не знаю. Буду ли я делать проект, который будет вот со стороны продюсирования так сильно касаться меня? Я не знаю. Имея всю эту информацию, не понимаю, можно ли сделать проект на чистой энергии. Этот проект, на самом деле, у него есть ещё один эффект, того, что ты стал Мигелем. Ты был Мигелем для закадра, но ты стал Мигелем для огромного количества людей, которые тебя узнали в лицо. Наибольшая популярность приходит, когда тебя узнают молодые люди, они растут вместе с тобой. Ты с ней справился? Я с ней справляюсь. Что было самым большим испытанием? Был ли у тебя какой-нибудь сумасшедший райдер? Или ты говорил там «Вся слава моя?» Или ты говорил «Я теперь летаю только бизнес-классом?» Или я не знаю что. Или ты кого-то обидел, потому что ты звезда. Может, и были такие случаи. Ты для себя отвечаешь? Нет. Мне казалось, что я вроде всегда делал себя прилично. Адекватно пытался себя вести всегда. Но я достаточно закрытым стал человеком. То есть я перемещаюсь в этот дом, работа, школа и театр. и не люблю фотографироваться. Это понятно. Это никто не любит. Честно, вот, наверное, в плане фотографий я могу каким-то образом обидеть людей, потому что просто отказываю. Все. Я довольно-таки скромно живу, передвигаюсь на такси, у меня нет машины. То есть, ну, такое. Общаюсь с людьми. Он вообще не фанат своей популярности и своей известности. Понятно. Он же страдает от этого скорее, чем вы его. Ну, как страдает? Ну, что значит страдаю? Не то, что страдаю, просто иногда хочется слиться с толпой. Теперь вопрос такой. Когда-то Славдус Мухаммедов уговаривал тебя на протяжении нескольких часов сесть и даже дней, а потом часов, то, о чем ты поведал в ЧВД, сесть в жюри, стать наставником, а ты противился, как мог? Да. Сегодня, как только закончился проект танцы, в ту же секунду открылся проект новые танцы, танцы, где стали меняться члены жюри все, кроме меня. Мигеля. Да. Что-то происходит с революционным поколением, которое приходит и говорит, все здесь неправильно, и потом сами садятся на это место и идут той же дорогой. как бы ей всю правду сказать, а? Прямо как тонко подвесила. Прямо всю правду как сказать. для меня это просто работа. Я зарабатываю там деньги. Мне приятно, я поблагодарил Славу, и на самом деле допетрил до этого только в тот момент, когда мы закончили съемки первого сезона. Я позвонил, он сказал, блин, спасибо тебе большое, посмотришь, у меня теперь свое шоу на ТНТ. Проект «Новые танцы» вообще про другое, потому что это чисто профессиональный уровень танцовщиков, которые туда приходят, неважно, дети они, взрослые, команды. То есть это возможность для людей показать себя миру. В стране. То, что меня могут заменить там, я как бы мне говорят, приходи посидеть, нам прикольно, когда ты сидишь. Я прихожу, сижу, биться за место? Нет. Я каждый раз узнаю о новом проекте «Танцы» за месяц до того, как его начнут делать. У меня нету подписанных контрактов на кучу сезонов. Будет? Будет. Не будет? Ну, значит, не будет. Вот и все. Вы говорили про то, как устроен шоу-бизнес, про то, как устроен в разных странах. Я не знаю, может быть, я не очень осведомлена о том, как устроено телевидение, скажем, в западных странах. У меня почему-то ощущение, но у меня как у зрителя, хотя, может быть, я в этом не права, что таких цифр 8, 10, 12, да, на западном телевидении нет, даже если это успешный проект. Не скажу. Есть даже больше цифр. Есть, да? Конечно. 17-й сезон шоу «Господи Иисусе». Секретные материалы. То есть, есть проекты, которые держатся на телевидении очень-очень много лет. И не теряют... И это просто специфика телевидения? Мне кажется, это специфика проекта. Если он удачный. Если он удачный. Если он заходит каждый раз. Да, почему бы не продолжить его? Ну, если он стух, его действительно тянут за уши. Ну, вот это странно. Как тебе кажется, ТНТ это какой-то, ну, особенный канал. Он пытался как-то противостоять, скажем, тенденциям, которые были на федеральных каналах, скажем, на первом и на втором канале? Пытался ли я могу судить об этом только лишь изнутри производства? Я точно могу сказать, что такого продакшнера я редко встречал на телевидении. То есть мне звонят, говорят, о, круто, первое место по рейтингу. Клево. Но вот заниматься там серчингом постоянным, популярным, непопулярным, нет. Но изнутри из продакшна могу точно сказать, с какими темпами и каким качеством мы делаем это. Да, это прикольно, это круто, и это очень сильно отличается от того, что я делал, например, на втором канале, либо делал на первом канале. Отличается. Ты принимаешь участие сейчас в подготовке к Новому году? Будет какой-то новогодний контент на канале ТНТ? Я не знаю. А, то есть тебя не приглашали? Меня пригласили сейчас прийти на новогодний комедий-клаб. Ага. Вот, туда я приду, но у меня там корыстная цель. Окей. Вопросик у меня к тебе есть. Да. Сейчас покажу тебе кое-что. Я вчера фоточки нашла в социальных сетях. Ага. Смотри. Лятя. Да. Паша. Паша. Откуда сцена, понимаешь? Да, я знаю, что они делают сейчас этот самый, как его, с легким паром, по-моему, Ирония судьбы? Ирония судьбы с легким паром, да. Да, они на следующий год меня попросили сфотографироваться в Урале Ипполита. Это я точно знаю. Вот. Еще видишь? Да. Это Иван Васильевич меняет профессию. Это значит кто? Азама. Азама. Ага. А ты смотрел когда-нибудь на первом канале, на втором канале новогодние огоньки? Нет. Ну, я переключал канал во время Нового года и смотрел какие-то огоньки. Наверное, да. Ты знаешь, что на федеральных каналах это самые, 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 рейтинговые, самые используемые фильмы перед Новым годом и самые используемые темы для новогодних огоньков. Какие? Ирония судьбы. Да. Иван Васильевич это бесит. Конечно, ничего. Операция. И тебе кажется... А ты про вопрос о новизне контента, что происходит? Я не в курсе. Я хочу тебя спросить, как тебе эта тенденция? Ребята, которые были молодыми, продвинутыми, крутыми, принесли новый юмор, стали старыми, делали что-то оригинальное, неожиданное, они совершенно точно находились в каком-то четком противостоянии к другому поколению. Они говорили, мы чувствуем, что юмор изменился. Да. Да. И вот теперь я вам не видела. Может быть, это будет гомерически смешно, вот смотрите. Но само по себе, вот просто эти фоточки... Подожди, стоп, секундочку. Надо... Вот это опять вырвано из контекста. Так, хорошо. Можно же сказать, что это вырвано из контекста. Есть определенные классические вещи, которые могут быть переработаны по-другому. Давай дождемся того, что это будет. И после этого мы можем поговорить о том, что типа вернулись ребятки туда, от чего они бежали, либо они ушли куда-то вперед. Я задам тебе вопрос. Да. Ты совершенно очевидно был нигилистом, отрицающим предыдущее поколение. Это свойственно многим людям, входящим в эту жизнь. Согласен ли ты, что конформизм случается неизбежно с каждым? И это становится твоей кожей. Это у меня самый большой вопрос, который я себе задаю в последнее время. Ты все чаще и чаще сравниваешь себя с... Вернее, думаешь про себя, про Егора Дружинина. И что ты себе отвечаешь? Я сейчас знаю, ты этим закончишь интервью. Да? Об этом не трудно догадаться. У нас почти не осталось времени. Я даже уже придумал, как я скажу, но я думаю, блин, может по-другому сказать. Как же ей сказать так, чтобы она не закончила этим интервью? Это человек, который ничего не знает про пиар и про то, как правильно себя подать. Да. Я скажу то, что я его иногда начинаю понимать. Финал? Да. Ясно. Спасибо тебе большое. Это было прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова